Несмотря на Октябрьскую революцию и выход России из войны, Германия не справилась с военным перенапряжением и в течение года скатитобному поражению. Фактически сразу после большевистской революции в России уже 12 ноября 1917 года в Германской Ставке констатировали, что можно начинать подготовку к масштабному наступлению на Западном фронте, так как теперь представляется возможность отобрать у войск Антанта стратегическую инициативу. Всю зиму шли броски войск, части не только Восточного, но и Западного фронта обучались новейшим тактическим приемам, прорывам мощной обороны, особенно тактике шумовых групп. Серьезную переподготовку проходило и командование от лейтенантов до генералов. При планировании будущего наступления важнейшую роль дал не только опыт, окончившийся успешно для немцев оборонительной кампании 1917 года на Западе, но и два объективных обстоятельства – сроки и численность войск. Впервые за долгое время германской армии представлялась возможность стать не наковальней, а молотом, то есть тупать, для чего необходимо было хотя бы минимальное численное преимущество. Достичь его можно было только за счет усиленных перебросок с менее важных или уже необычных театров военных действий, в первую очередь с Восточного. Более того, сначала планировалось привлечь к наступлению во Франции и войска союзников, особенно австро-венгерские. В Вене в очередной раз напомнили, что судьба дунайской монархии будет решаться на сене. Тем не менее, из-за слабости союзников и низкой способности их войск наступление пришлось вести почти исключительно силами германской армии. Из-за этого значительного численного превосходства достичь не было. Вступал в действие и фактор времени. Наступление на Западе должно было быть максимально подготовленным, однако время работало про Германию. Несмотря на весь скепсис по отношению к создаваемой почти с нуля массовой американской армии, можно было с уверенностью ожидать прибытия во Францию десятков, а потом и сотен тысяч свежих и прекрасно снабжаемых американских солдат. Надежды на срыв массовых перебросов за счет беспощадных действий германских подлодок к весне 18-го года стали исчезать. Конвойная система шаг за шагом делала субмарины бессильными парализовать океанские трассы. Хотя до сих пор действительно серьезного участия в боях на Западном фронте американские войска не принимали. В случае критической ситуации ими можно было бы заткнуть почти любую брешь во фронте. Поэтому у Эриху Людендорфу, руководившему операциями германской армии, оставалось надеяться на то, что Америка не успеет, а уже доставленные к концу марта в Европу американцы более 300 тысяч солдат, не сравняться с закаленными в боях на Западном фронте англо-французскими контингентами. 21 марта 1918 года, после того, как Людендорф доложил Казеру, что армия сосредоточена и приступает к решению величайшей задачи в истории, началась германская наступательная операция «Михаэль». Она сразу же привела к блестящим успехам. Хотя никакого подавляющего численного превосходства у немцев не было. На волоске держался связавший английский и французский участок фронта Амьен. Антанта была близка к панике, и уже 26 марта впервые за всю войну было достигнуто требуемое единоначалие. Спас Париж и Лондон должен был маршал Фош. Германии ликовали, раздавали награды, уверенность в конечной победе центральных держав вернула не только к военным. Тем не менее, были и тревожные признаки. Наступление стало тормозиться, в том числе из-за того, что оголодавшие германские солдаты, прикрепив атаки, грабили захваченные склады с продовольствием и вином. Весьма велика оказались потери, включая дезертиров и пленных. Заняв территорию, немцы стягивали фронт, теряя шансы сохранить хотя бы паритет в силах. Сказался и громадный перевес Антанты в технике. Обеспечить господство в духе немцам так и не удалось. К началу апреля стало очевидно, что удар придется наносить в другом месте. Причем у него должны быть стратегические последствия, поскольку тактические успехи к достижению цели не приведут. Однако об этом догадывались только военные специалисты и немногие скептики. Вся Германия от домохозяек до Кайзера стремительно впадала в байфорию. Людендорф при полном согласии официального главы генштаба Гинденбурга и при бессилии и информированности формального главнокомандующего Вильгельма II от критики отмахивался, требовал от дипломатов беспрекословного исполнения его анексионистских проектов, скептиков из военной верхушки, ссылал на другие фронты и наносил все новые удары с привлечением исчезающих резервов. За 4,5 месяца он провел 5 наступлений по расходящимся направлениям, словно пытаясь разорвать путы, сдавившие германские войска. Была занята значительная территория. С начала августа 1918 года немцы вновь стояли на Марне, примерно там же, где в нынешнем сентябре 1914. Потери нарастали, причем они довольно быстро сравнялись с убылью войска Хантанты. Но последнее располагало огромным резервуаром пополнений, а Германия же его не имела. Начали расформировать дивизии. В учебных частях в германском тылу уже были 17-летние подростки и те, кто до этого считался к военной службе негодным, ни при каких условиях. Тем, кто не был знаком с реальной ситуацией, например, политикам в государствах на обломках Российской империи, казалось, что Германия медленно, но верно добивает союзников. Переориентироваться на Берлин начал даже такой преданный союзник, Хантанты, как лидер кадетов Павел Милюков, полагая, что у Германии хватит сил для наведения порядка и в России. Людендорф правда хотел гегемонии Германии на огромных пространствах от Мурманска до Баку и Багдада. Однако, держаться это владычество могло только на войсках, а они повались на западе. Расставаться с плодами Брестского мира Людендорф не хотел. Кроме того, вывод германских войск отрицательно сказывался на славящих армиях союзников, грозил прорывом периферийных фронтов в Палестине, на Балканах и в Италии. В итоге, германское командование разрывалось между желанием добиться с его везде и явно непосильной задачей удержания половины континента. Грозным предупреждением о том, что Антанта вовсе не изнемогает, а вот германские войска уже на пределе восприятия возможности наступать, стала танковая контратака французов 18 июля. Парированная с трудом. Вспыхнувшее 15 июля сражение за мир или фрая битва на Марне воспринималось в Германии как последний раунд борьбы, но еженедельные потери в десятки тысяч человек за неполные тренили до 170 тысяч бойцов были явно не по силам. Людендорф этого не замечал, вернее не желал замечать, хотя сомнения в удачном исходе охватывали даже самых преданных его сторонников, а в самой Германии все более открыто говорили о мире, даже если он не станет победным. К 4 августа 1918 года последнее наступление немцев завершилось ничем. Занятые были территории, пришлось оставить, фронт стилизировался, об угрозе Парижу нечего было и думать. От планов еще одного удара во Фландрии германское командование отказалось из-за отсутствия резервов. Удивленных отсутствием победных реляций германских политиков, у которых не было почти никакой информации, кроме военного официоза, Людендорф успокаивал заявлениями в том, что пауза лишь временная. Сторонникам компромиссного мира указывали на то, что всякое предложение Германии будет расценено как слабость и только занят войну, как уже бывало и до этого. Антанта, лишившаяся значительных территорий, преодолела приступы паники и продолжала наращивать американскую бировку, доведя ее к решающему моменту до 1,4 миллиона человек. Причем численность войск США в Европе продолжала стремительно расти. Важнейшим фактором будущих успехов союзников стало то, что никаким превосходством в боевой духе немцы более не обладали. Однако это стало неожиданностью и жидностью в первую очередь для германского командования. 8 августа 1918 года под Амьеном началось наступление Антанты, приведущее к велестящему успеху. По мнению Людендорфа, это был самый черный день в истории германской армии. Немецкие солдаты не только отступали, они сдавались в плен, бросали позиции, переставали быть управляемыми. С этого момента крах германских надежд на победу был доказанным фармом. Однако скрывать неизбежность поражения в Германии продолжали еще довольно долго. После 8 августа Антанта наступала почти непрерывно. Немцы лишились только завоеванного весенне-летнюю кампанию, но и некоторых плацдармов, захваченных еще осенью 14-го. Американцы шумно праздновали свой первый самостоятельный пех под Сен-Ми-Елем. 10-го, 15-го сентября. Хотя неопытность их солдат стоила достаточно крупных потерь, даже теперь германская германская армия продолжала считать, что сможет стабилизировать фронт на хорошо подготовленных оборонительных рубежах. Хотя за счет чего удастся выдержать еще одну зимнюю кампанию, и кампанию было неизвестно. Боевые действия оживились и на других фронтах, с трудом державшихся и до этого. Австро-Венгерская армия держалась в Италии только за счет пассивности противника, не желавшего рисковать и нести излишние потери. Все более явно разваливали резкие фронты в Палестине, Сирии и Месопотамии. Утратили боеспособность оккупационные войска центральных держав в Закавказье и на Украине. Поддерживать порядок приходилось германским третисортным частям, но и они поддавались воздействию революционных настроений. Но самый опасный удар Четвертый Союз получил на Балканах. 15 сентября после разгрома болгарской армии в ходе наступления Антанты начались мятежи. Фронт могли бы сойти только австрийские и германские части, но они явно прибыли слишком поздно. Болгарское командование, спасая монархию, вступило в переговоры, закончившиеся фактической капитуляцией Болгарии. 29 сентября 1918 года. Войска Антанты хлынули на Балканы. Впереди всех рвались отомстить за катастрофу 1915 года и образовать единую югославскую державу сербы. Такой стратегический прорыв закрыть было невозможно. Готовились возобновить боевые действия Румыния. Под угрозой вновь оказались Черноморские проливы. Заколебались прогерманские правительства на Украине, в Крыму и Финляндии. Людендорф на совещании 29 сентября признал факт проигрыша войны и призвал к немедленному миру, который, очевидно, мог бы быть самым невыгодным для Германии и ее союзников. Теперь уже эйфория охватила Антанту. Новое мощное наступление по всему Западному фронту началось 27-29 сентября. Германия изнемогала от недостаток резервов и сырья любого рода, особенно топлива. Без бакинской и румынской нефти германским автомобилям и самолетам оставалось быть в строю два месяца, под подкам и кораблям полгода. Правда, несмотря на крайнее разочарование немцев, добиться развала германской военной машины не удалось. Осознавая нависшую впервые за всю историю войны прямую угрозу их домам, немецкие солдаты дрались отчаянно, отступая шаг за шагом, но в полном порядке, что несколько прибавило оптимизма командованию. Теперь, бросая на произвол судьбы союзников и оккупированные территории на востоке, на запад отправляли любые освободившиеся войска, даже если к реалиям тотальной войны они были не готовы вовсе. К концу октября наступление Антонии стало выдыхаться. В штабах французов и англичан с уверенностью рассчитывали на новую зимнюю кампанию, ведь в быстрой победе весной 1919 года сомневаться сомневаться приходилось. Начавшиеся через посредничество консультации германского правительства с президентом США Вильсоном быстро перевели к тому, что с психической военной диктатурой Антонта дело иметь не будет. От Кайзеровской империи требовалось демократических реформ и демилитаризации государства. Последнее решило судьбу еще недавно всесильного Людендорфа. Он был сделан главным и единственным виновным в Польше кампании 26 октября отправленного в отставку. Из-за угрозы утраты доверия Кайзеру и Кронпринцу для сохранения дисциплины в войсках, в войсках будущему правительству поражение требовался безусловный авторитет, национальный герой. Поэтому по главе армии остался Гинденбург. На смену Людендорфа пришел талантливый офицер генштаба Вильгельм Грёнер. Его единственной и почти невыполнимой задачей было не допустить развала армии. Большего ожидать уже не приходилось. Многое зависело и от того, удастся ли военным достичь согласия с новым коалиционным правительством Германии, где решающую роль играла либеральная и социалистическая оппозиция, не скрывавшая курса на ликвидацию монархии Гагенцоллерна вообще. С середины октября 1918 года революция вспыхнула в Австро-Венгрии, причем не только в тылу, но и на фронте. Самые широкие обещания превращения ее и ее федерацию не могли удержать солдат разных национальностей, не имевших общих интересов, кроме мира и образования собственных независимых государств. Наступление итальянцев в конце октября привело к разгрому, а точнее рассеянию австро-венгерских войск под Витторио-Венетто, где многие венгерские части отказались сражаться, так как они торопились спасать свою родину от наступавших сербов и французов. 30 октября 1918 года капитулировала, хотя и выговорив сравнительно подсчетные условия для немецких частей на своей территории Османск-Берия. Вскоре флот Антанты должен был появиться в Черном море, что грозило десантами и переходом антигерманскими на строенные части войск белых армий наступлений не только против большевиков, но и против немцев. Прогерманский режим Гетмана Скоропадского отчаянно искал выход из ситуации, но доживал последние недели. 3 ноября 1918 года капитулировала уже почти прекратившее существование Австро-Венгрия. Германия готовилась к вторжению с юга в Баварию, оценивала перспективы обороны по Дунаю, обсуждались перспективы призыва в армию всего мужского населения с 16 до 60 лет, примерно то же, что и было сделано в Гитлеровской Германии. Германии в 1945 году под видом фольксштурма. Положение Германии было очевидно безнадежным, однако особенностью окончания Первой мировой войны стало то, что события были резко ускорены революцией, вспыхнувшей среди экипажей германского линейного флота, отказавшихся идти в последний самоубийственный поход. Позднее вопрос поражения привело к революции или революция привела к поражению, станет основой ультраправой и ультралевой пропаганды и проложит дорогу к власти не только Гинденбургу, но и солдату Западного фронта Адольфу Гитлеру. К Айзеру, выехавшим на фронт в начале ноября сообщили о быстрой утрате контроля над ситуацией в тылу, массовом образовании солдатских советов, о вспышках грандской войны и о возможном отказе армии подчиняться. Присяга на верность ему в таких обстоятельствах была обозначена Грёнером как фикция. Военные спасли самого Вильгельма II и его наследника, которым удалось бежать в Нидерланды, но не монархию. Не дождавшись официального согласия импера 9 ноября 1918 года, о его отречении объявило парламентское правительство. Социал-демократы тут же провозгласили республику, а лидер коммунистов Карл Липкнехт заявил, что она будет социалистической. В штаб Фердинанда Фоша выехала германская делегация, представленная представителем которой ликующий француз напомнил, что они не узнают об условиях, а просят перемирия. Среди делегатов не было и могло быть тех, кто смог бы отстаивать важные с военной точки зрения детали капитуляции, а потому она была подписана на тяжелейшие для Германии условия. 11 ноября 1918 года в 11 часов на Западном фронте неожиданно для многих германских солдат наступило перемирие. Первая мировая война закончилась, но до мира, условия которого тогда многие себе и представить не могли, было еще очень далеко. За следующие месяцы было пролито много крови, хотя большинство уверено, что 11 ноября с победой Антанты наступил всеобщий и вечный мир. Текст статьи подготовил Леонтий Ланник, публикуется в журнале «Эксперт» в августе 2014 года, посвященному столетию Первой мировой войны. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.